У нас есть письмо на розгляд А. Одесса Автотранс, что на дне надания погодения на подвижение тарифа проезда маршрутному такси Кольцо, на дате погодения подвижения тарифу на такси до 6 грн. Для пильговой категории населення пенсионеры, которые не имеют других пиль, до 12-ти года – 3 грн. И есть письмо-звернение жителей Палашниковой Татьяны Васильевны. Предложение оставить, согласно закону, определенным категориям, в том числе, участникам боевых действий, ветеранам военной службы, лицам, уволенным в запас с инвалидностью, родителям военнослужащих, инвалидам, первая и вторая группы – детям-инвалидам, реабилитированным, которые пострадали чернобыльцам, первая и вторая категории детям-инвалидность в Чернобыльце, дети-многодетные семьи, пенсионеры по возрасту освободить вообще от платы за проезд кольцевой маршрутки, согласно ряда постановка отмена. Просто раньше у нас все остальные освободились, а пенсионеры по возрасту для них делали скидку 50%. Теперь просят, что они тоже полную скидку. Ну тогда надо датируть лицо, брать на себе лицо и датируть. Да, конечно. У меня есть, скажем так, зауважение такого, что это вопрос не относится к повновежению сельской ради, а относится к повновежению виконкому сельской ради, селищей ради. Есть статья 28, пункт 2, установлено порядком в межах визначения законодательства «Тариф на транспорт и и другие условия». Я не буду совершать сессию, Дмитрий, все равно это «Тариф сюда поднимали депутаты. Никогда не было исполком тарифу медицинской. Никогда не касался. Я вам это уже получу. Я понимаю. Они в приложении или полномочении, и они выбрали, поэтому рассматривались на сессии, чтобы не было депутатов. А на сколько они поднялись? На рубль. На рубль. Им уже устанавливали 6 гривен, но они готовы попросили на рубль меньше. Я посмотрел по интернету, регуляторным актом «Пумень» на основу тарифу міського транспорту. Установили тариф, да? Регуляторний акт. Раз. По-друге, у них максимальная сумма 4,50. На сегодняшний день у нас 6 гривен. У нас всегда дороже. Расскажу вам сразу. Да, но переезд количество людей. У нас сейчас объем обязательного. У нас проезд детей 1,5 гривен. У нас 3 уже есть. Ну я вам расскажу, чого. Уже расскажу, почему у них так. У них там за аренду маршрута берут в день 80 гривен. А у нас «Видеопольтранс» берет 500 гривен в день. Вот такая разница в цене. Вы понимаете, в чем? У меня питание. Да, вот все время в аренду маршрута есть. Причем тут ведет «Видеопольтранс»? Нет, я тебе просто говорю наоборот. Это же «Кольцево» внукру. Я знаю, что это. Это же «Паш». Это «Паш». Это «Паш». Это «Паш». Мы же его ведем из командировки. Нет, самое интересное, каким в том урготе, поза тому урготе, кто, коли. И вы вспомните, они давали финансовые расклады. Так его надо посмотреть. Гена, я думаю, что у них такие самые расходы, как у Виталика. Ты понимаешь, что я говорю? Что там у них берут. Давайте разберем. Да. Им надо поднимать цену. Ты понимаешь, по любому. Они не видят. А, Свята, у меня такой вопрос встречный. Мы не знаем сум. Если это освобождаем, оно переходит на бюджет. 10 тысяч, 100 тысяч, миллион. Да, от чего мы должны отталкиваться? От возраста? Ну. Вот. И что это выйдет? Миллион ват? Ну, я не знаю. Я считаю, чтобы рассматривать этот вопрос, надо отталкиваться. Возьмите две школы и сразу поддить лаканты. И все, и сразу уношить. Проехать в школу и вернуться со школы. Полторы тысячи километров. Поэтому был бы Паша. Мы быстро на пальцах прикинули. Тут правильно. Тут процентов 80 сельвотники получатся. Это полностью? Нет. Убить маршрут. Я же понимал, что были маршрутки. Знаешь, что случилось? Ну, у нас в конце той каденции. Это вопрос поднимался. Поднималось, это на 6 гривен. В результате какого-то там конкурса или чего отказались они. Нет, нет, нет. Соляра упала. Да. А вы вернулись на культуру. Топливо было везде. А топливо не поднялось. Да. Ну, там Паша нормально поступил. Он скинул на рубль ниже. И все. То же самое, что они просили, только на рубль это поднять. Действительно, и соляр поднялся, и запчастник поднялся. Они не поднялись. Это наше кольцо, Сережа. Это наше кольцо. Они шкуру не друют людей. Поехали. Ну, ось они дают экономические розрахунки. Юра, ну давай так. Три гривни поїхала дитина, три гривни поїхала дитина. 150 школярів там. 150. Сколько? Ну, взагалі, где-то полторы тысячи. Ну, тысячи тысячи. Ну, а звідки вы знаете? Может, все начнут ездить? Нет. Это я еще по памяти помню, что давали по розрахункам. Нехай там 500 человек ездят. Вот тебе и думают, что в день выходит. Если ценную скидать, значит, берем здесь деньги. Так, Юра, и все? Ну, самое меньше. Юра, можно я скажу? Такие, что приходили в обучение, они считали. Особенно в дошкольных закладах. Я помню, они сказали, а нам, как ехать? Туди 6 гривен. Ну, видишь, каждый день, рабочий день, 12 гривен каждый день. Посчитайте, как люди работают, надо на проезд потратить. Вы поняли? Если они по этому скидку ездить, не будем ни в солярки до людей. Они собирают больше всего. Тих, кто получает только бюджетную зарплату и минус дорога, еще люди на... Вы посчитайте, сколько вы хотите. 12 гривен в день, а то прикиньте, должны пасть. Да? В 20-м годах. Уже на 10-м годах. Ну, они уже получают, что это 1,5 тысячи руба, да? Нет, получается... 200 человек, это 300 рублей. Это 100 человек, это 15 миллионов тысяч в день. А я считаю даже 1,5 тысяч. Это где-то на... Такие машины бюджета, мы только можем дотировать. Это же без заплаты ЗОС. А что, частково? Нет, а коммунально еще тоже. Мы взяли только школяр. Теперь давай накинем 40% пенсионеров. То же самое по пенсионерам умножить на 2. А если сделать маршрутку для всех 3 гривен, для всех, для всех поголовно, то выйдет лучше, чем, наверное, делать вот эту разницу. Но если посчитать всем, 3 гривни всем, чтобы не было вот этих людей, сразу будет маршрутка хорошо, и селищной рада, и всем, и людям. И сильно богат. Правда? Потому что раньше был даже налог. Я не знаю. Подождите, подождите. Даже не полакайте селищно. Тут еще надо, действительно, нема Паши, нема про что говорить. А чи сможем мы его датывать? Да уже сказали, что миллион. Нет. Чи сможем мы, по закону, сможем мы датывать часы? Так бухгалтера можно спросить? Нет. Мы можем датывать часы. Он даст список, переводчики, а не верят. А можно уходить? Нет. Есть сейчас программа. Программа, конечно, датуясь с районной программой социальной защиты. Лисенко. Он говорит, что ничего не получает. Минулого года он получил 600 тысяч. В 16-м году. Дотация была с районом бюджета. По ТАІРу вам. По ТАІРу вам. По ТАІРу вам. Он говорит, что у него вообще хотят вопрос о его категории, а они берут билет. Вы проконтролируете его. Правильно? Я маю новость за дотацию. Они через СКС берут билет, а не про права. Я думаю, что вы сейчас... Это права, как контролировать. Мы бы не пропихнули сейчас дотацию, если даже захотели, да? Паша, мы сейчас не могли дотовать. Конечно, нет. У меня программа, и закладываем этот путь про дотацию. Какой закон? Если мы в начале года закладываемся, правильно? Это если было 5-2 года. Нет. Все равно нам надо придумывать вопросы с учетом этих льготных... Я не согласен с тем, что увеличится пассажиропоток. Кто ездит на машине, тот и будет ездить на машине. Те, кто сегодня экономят, идут пешком. Как только у них появится возможность свободно сидеть на машине... Да, да, да. У нас, например, не ездят на кольце за 3 гривны. Они ходят пешком, они резко ездят. Так вы же говорите, за 3 не ездят. Сережа, по чем мед? Не, а льгота? Что будет льгота, они сразу придут. И что, оставь? Я ездил на... Дайте мне слово. Дайте мне слово. Ну что, обычно не могу делать. Говорите, говорите. Давайте мы вас выслушим. Да, мне трудно говорить, но смотрите. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Васильевна, вы меня знаете. Я проработала 25 финансовом управлении. Вот то, что вы сказали, что вы за 3 месяца перевыкнули бюджет почти на 2... Сколько? Миллиона? Миллион 880. Это говорит о том, что вы неправильно спланировали выдатки. А почему вы неправильно спланировали выдатки? Потому что, вот есть, даже вот по пенсионерам, вот вы много говорили о проезде. Вы говорили о детях. Вы говорили о людях, которые ездят за 5, за 6, не хотят за 6, хотят за 5. Вы понимаете? Но вы ни разу не сказали пенсионеры. Вы вообще не назвали инвалидов. Вы ни одну защищенную категорию не назвали. Скажите, кого вы считаете, кто не должен платить? Вот вы считаете, кто не должен платить на транспорте, загального коррестования, в местевом транспорте загального коррестования? Кто не должен платить? Сгибно постановой кабинета. То есть, не вы это решаете, кто не должен платить, а кабинет министров. И так вот эта постанова, она есть. Вести бесплатный проезд для пенсионеров за ВИКом на местном пассажирском транспорте загального коррестования, крим-метрополитен и такси. Да, на при местных маршрутах. Все. И этим годом, Василия. Она остаточна, она деюча. Она принята 17 травм 1993 года номер 354 и вторая постанова 555. Каким бы годом она ни была, она чинна, деюча и в конституционном порядке не скасована. Все в Одессе, в Киеве, даже в Белгороде, в Ильичевске трамваи, троллейбусы, электрички дают пенсионерам ноль. Я лично сама в транспорте ехала аж на Вознесен. Даю пенсионный в кассу. Она мне дает билет, там стоят ноли. Почему ноли? Я говорю, а сколько я ж вам должна почте? Она говорит, ничего. Я говорю, почему? Вы пенсионер, вы мне дали свое поствичение. Вы у меня в базе Е. И я ехала с Одессы до Вознесенска бескоштабно. Я приехала и говорю дятям, вы знаете, я так круто приехала сегодня. Как? Я говорю, ни копейки не заплатила. Вы сейчас, извините, прибываю, вы сказали основное слово в кассе. В кассе. Почему? С учетом. Со всеми делами. Это тяжелый вопрос, который нельзя... В кассе. Решает хозяин, которого нет. Правильно? Кто там? Я не знаю. У них хозяин работник. Значит второе. Если вы говорите датировать миллион, два, три. Ну вот так легко. 100 тысяч на дороге, 100 тысяч в землю. Понимаете? Но если пенсионеры будут получать дотацию на проезд, вот эти вот копейки, да, как вы назвали? Монетизация. Да, монетизация. То есть я пришла и мне говорят, вот вам 10 проездов на месяц, вот вам, допустим, 30 гривен, да? То это легко. Почему это считается? А обратный порядок, вы говорите, миллион туда, миллион сюда, не знаем сколько. Посчитайте обратным путем. Как? Вот да, как приматизация. Ну вот вы минимум хотите, по этим всем львотам, я не буду, 80% получится бесплатно. Да никто не будет злоупотреблять. Так как не говорите такого? Послушайте, инвалиды, которые ходят... У нас шутки не приспособлены на инвалидов. У нас инвалиды ездят бесплатно. У нас вопросы... Инвалиды все платят. Бесплатно. Инвалиды все платят. Вот понимаете? Вы считаете инвалидами? Вот если так поднять вопрос, то вот помните, как говорили, да? Киньте в меня камень, да? Кто не платил? Кто... Вот пусть хоть киньте в того пенсионера камень, кто не платил. Нет таких пенсионеров. И инвалиды, и пенсионеры все платят. Или просто не пользуются маршруткой. Я вот, понимаете, я вот принесла вам вот такую вот забавную арифметику. Почитайте просто. Я ее написала. Будет опубликовано в Нагнестрянской правде. Значит, и я написала вам разъяснение вот этого 76-го реформаторского закона. Когда был бунт, вы помните, маршрутчики высаживали людей, особенно пожилого возраста, да? С маршруток. Это был четыр... Нет. 15-й год, да? И, значит, эта постанова, 76-я, сняла пильги, значит, с кого? С ветеранов працы, с людей, с облыва заслуги перед Батькевчиной. Дети войны там, да. Да. Так это не сняла. Да, она сняла. Но это реформаторский закон. Они же, по идее, это кто? Ветераны, инвалиды, пенсионеры за виком. Они просто взяли и упорядочили эти законы для того, чтобы взять очередной транш. Василина, вы хорошо поработали, я знаю вас по работе. Скажите, пожалуйста, с вашим опытом работы, что бы вы сейчас предложили? У меня много альтернатив. Во-первых, поскольку, согласно закону про автомобильный транспорт, вот эта вся парафия, о чем я говорила, принадлежит местным органам быконавчей влады. Вы можете взять эти маршрутки в коммунальную властность. Вы можете найти альтернативу. Если там 7 маршруток у грамматика, купите этих там несчастных, 3 маршрутки пустите, потом за эти сколько, 2 миллиона, вы купите еще маршрутку. Сделайте альтернативу. Третье предложение. Пустите льготный маршрутное кольцо, как вы пустили 18-й, 535-й, 38-й, чтобы пенсионеры могли поехать в больницу и на базар бесплатно. Или если вы этого не можете, это тоже нигде не предусмотрено, вы это тоже не можете сделать. Это тоже можно отменять, потому что при удостоверении, я захожу в трамвай в Одессе, и даже по ФС у меня никто не берет ничего. Вы понимаете, даже я не достаю удостоверение. А здесь кричат, езут до Большой долины, платите 17 гривен. Я говорю, что, про ИС 34 гривны стоит? Какая вам разница? Платнее. Понимаете, это рай рада, это не знаю. Вы понимаете, если я буду говорить дальше, 38-й, 18-й и 535-й, то у добровольства, вот я отдавала сегодня статьи, у него там уже 180 подписей пенсионеров. Если мы поднимем еще те вопросы, как вот пенсионеры-инвалиды, то я... Вы представляете, что это будет война? Как могли я это согласен? Они поднимают? Не, ну вам это надо, вам это не надо. Да, это не наши конфиденции. Надо найти компромисс. Вы понимаете? Давайте зайдем к компромиссу. Причем здесь торца посылки к нам? Есть, 3-4 предложения. Сделайте кассу. Сделайте каждому пенсионеру по 30 гривен в месяц. И пусть они платят этим машинчикам эти 3 гривны. Да тут столько предложений я вам могу. Если я еще посижу сегодня вечером, я вам еще завтра 6 принесу. Я скажу, у меня есть пропозиция. Створите комиссию. Створите комиссию, членов-выконкома, социкавленной стороной. Включите Калашникова, еще пару человек. И обговорите детально. Сколько это в грошах? Потому что это очень болющее питание. Отправьте контролюров, посадите на маршрут на кольцо одного-двух человек. Пусть они поездят там, ну день поездят. И они сразу скажут, какая у них выручка. Сколько они имеют. Это называется залазом в карман. Они ползают вашими ногами ходят. Честно говоря. Один из оптимальных. Из того, что слышала пока. Оптимально действительно. Просто Пашу позвать. Ну а Пашу, само собой, Пашу сидит. Две маршруты. Две маршруты. На каждый маршрут основной. Ну, можете выделять бюджет на финансование кольца про потребность. Это необходимо. Это уже не стихийно. Это уже не стихийно. Воно не в нашей властности. Важно. Вы же государственный службовец. Вы же умеете, что вы не можем нам потратить. Они же работают по другому. Можете. Можете. Я думаю, что слышно было за уважение. Давайте спорим у комиссии. Чтобы реально розумевать, какие цифры. Хто ездит. Без хозяина, без цифр. Да. Вы допоможете. Порахуйте, сколько там реальных пассажиров подтик. Чи отличается он от тех, которые надает предприемство. Из этого дальше будем. Я думаю, что Тетяну Васильевну попросите, то он так покатается. Посчитаем. Да, да. И вы все будет выяснить. Вы осветите. Сережа, вы даже не соунимаетесь. Вы даже не соунимаетесь. Совсем другие объемы, совсем другие автобусы. Совсем все другое. Я никогда не занимался перевозками, но на маршрутках по 15-14 мест пильги это утопия. Да. Это или полностью финансирование с сервисом бюджета. Либо заменить... Если Паша пойдет, Паша, Коля, Петя, неважно кто. Если они пойдут в какие-то там части, это должен быть совсем другой пассажиропоток. Абсолютно другой. А в Авидиополе людей очень мало, ездящих на маршрутках еще меньше. А мы знаем, что нам подсыпить. И, Сереж, самое главное, Авидиополь очень маленький по плотности населения и очень большой по территории. Я знаю. Я с тобой зло. Они вся сравнивают. У тебя есть цифры? Нет. Я не понимаю цифры. И тут попросил принять участие. Хорошо. Я сходна. Я сходна. Любовь и состройки. Но отчитались как три. Не применили. Понимаете? Вы что делаете? Это интересный вопрос. Надо поднять руку. Сегодня всегда сенсация. Это было при дядиках. И Татьяна Васильевна не постеснялась вылезти и пересчитать, сколько их гробов. У нас коррупция, кроме матери. Понимаете? Она вскормлена у каждого украинца. Даже если мы сейчас вот решим и сделаем дотацию пенсионерам, я не найду ни одного Авидиопольца, пенсионера, инвалидов, который не даст две гривны, три гривны. Дадут. Вы понимаете? Дадут. Это не так страшно, как, кажется, не так страшно. Черт, как его умолюет. Так, отпускайте меня. Ну, мы же вырешиваем уже. Вы в комиссии. Вас вы в твоем комиссии. В твоем комиссии. Да. Створите комиссию. Да. Вышли телефон. Признают. Там нет. Чтобы в этом. А у вас еще есть подвижники? Нет. Самое главное. Ваши есть факты. У нас интересно. Да. Ага. 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 Так сколько раз так дядяки похоронили три за одного? Или одного за троих? То, что я в комиссии, хорошо. Как будет сессия принимать? Сессия на эту сессию не будет. Не будет. А мы не выучили. Конечно. Надо выучить. Все, я спокойна. Спасибо. Не надо вы и дальше. И информация. И информация надо. Информация? Информация урочек. Я вам все оставила. Все, спасибо. До свидания. Всего вам присоединиться. Всего вам присоединиться. Субтитры подогнал «Симон»